Сегодня я расскажу, как можно избавиться от ксантомы. Что это такое? Ксантома — это скопление холестерина и триглицеридов. Она образуется на коже. На самом деле это скопление макрофагов, иммунных клеток, которые поедают разные вещи и которые вобрали в себя слишком много холестерина и триглицеридов. Ксантомы выглядят как желтовато-белые образования на коже. Иногда они возникают по краю века. Вот здесь. Иногда с обеих сторон, иногда на ладонях, или на локтях, на коленях, на ахилловом сухожилии. Всё это очень интересно, но в чём причина этого? И как от этого избавиться? Сначала посмотрим, что известно о ксантомах. Мы знаем, что они часто связаны с определёнными состояниями, не вызваны ими, а связаны с ними. Среди таких состояний — наследственные нарушения, связанные с липидами, то есть жирами. Например, семейная гиперхолестеринемия. Это наследственное нарушение, которое передаётся через гены и означает повышенный холестерин. Причём оно очень плохо поддаётся лечению. Это проблема, когда в печени недостаточно рецепторов к ЛПНП-холестерину. Тело не может избавиться от этого холестерина, и тот накапливается, в том числе в ксантомах. Ксантомы связывают и с другими вещами. Их мы тоже перечислим. Первое — обструкция желчных путей. Что это такое? Это блокировка желчевыводящих протоков. Желчь — это главное, что избавляет от лишнего холестерина. Он может быть в избытке из-за того, что желчь не функционирует. Ещё одно состояние называется первичный билиарный цирроз. В этом случае поток желчи тоже блокирован. Она не течёт как нужно по желчным протокам. И это создаёт проблему с выведением холестерина. Есть ещё так называемый холестаз. Стаз означает «стоячий», «без движения». Желчь не движется по протокам. В желчных протоках образовался осадок. По моим наблюдениям, этим страдают многие. Осадок в желчных протоках блокирует прохождение желчи. Возникает много проблем, в том числе боль, отдающая в правое плечо, неспособность переваривать жиры, дискомфорт в правом подреберье, повышенный риск образования камней в желчном пузыре из-за нехватки желчных солей. Ихолестаз, когда желчные протоки засорены, предшествует образованию камней. Ведь желчь растворяет этот осадок. Ксантомы связывают также с высоким А1С, гликированным гемоглобином и диабетом, когда в крови слишком много глюкозы. Если у человека ксантома, это такая маленькая красная лампочка, которая сообщает вам, что у вас высокий холестерин, возможно, повышены триглицериды и, вероятно, повышены ЛПНПС по перечисленным выше причинам. Люди часто думают, что раз у них высокий холестерин или триглицериды, значит, они получают слишком много холестерина или триглицеридов из жирной пищи, но так происходит не всегда. Углеводы, в том числе рафинированные и сахар, легко преобразуются в триглицериды и холестерин. Поэтому причиной избытка этих веществ и ЛПНП может быть избыток углеводов, а не жиров. С другой стороны, многие люди считают, будто кетодиета — это высокожировая диета, тогда как на самом же деле кетодиета означает «мало углеводов». Она не обязательно означает «много жира». Убирая углеводы и ограничивая белки, вы в итоге едите больше жиров. Но кетоны создаются за счёт снижения углеводов. Так что же делать, если у вас ксантомы? Я назову несколько вещей. Самое важное — принимать неоцин. Я рекомендую принимать по 500 мг в капсулах пролонгированного действия два или три раза в день. Кстати говоря, неоцин — одно из самых мощных средств для снижения уровня холестерина, а особенно для уменьшения отложений холестерина. Он также снижает количество ЛПНП, которое поглощают в макрофаге. Вторым пунктом я рекомендую холин. Он есть в виде добавки. Холин препятствует появлению жира в печени, а также помогает снизить холестерин. Третий пункт — тудка. Что это такое? Это желчная соль особого типа. Она помогает при холестазе, холестериновом осадке в желчных протоках. Она способствует выводу холестерина из организма, его снижению, помогает рецепторам в печени воспринимать ЛПНП, снижает уровень ЛПНП холестерина. Она делает много всего. Всё, что нам нужно, — это нормализовать вывод холестерина из печени, чтобы убрать его излишки. Итак, ниацин, холин, тудка. Я также рекомендую съедать огромные порции салата, от 7 до 10 стаканов в день. Я бы также добавил в салат грецкие орехи. В них много прекурсора омега-3, который снижает холестерин. Я бы заправил этот салат оливковым маслом Extra Virgin и добавил туда чеснок. Это тоже поможет избавиться от холестерина. Следующий совет — ежедневные физические упражнения, особенно если у вас повышены триглицериды. Этот избыток триглицеридов в крови можно сжечь, если тратить больше энергии. Так что добавляем и физические нагрузки. Следующий совет — стремитесь получать больше белка именно из рыбы и морепродуктов. Там много омега-3 жирных кислот. Это тоже помогает. Вы также можете купить так называемый экстракт красного дрожжевого риса. Это своего рода природный статин. Очень мощное средство для снижения холестерина. Возможно, такое сильное средство вам не нужно, но если вам никак не удается снизить холестерин, стоит попробовать. Пункт номер восемь. Перейдите на здоровую версию кето-диеты, но с одним нюансом. Вы переходите на кето-диету, но не добавляете много жира. Ешьте тот жир, который обычно идет вместе с белком. Просто не добавляйте жиры. Ни сливочное масло, ни кето-десерты, ни другие дополнительные жиры. Можно остановиться, например, на авокадо, оливковом масле, маслах с омега-3, а именно рыбьем жире, масло из печени трески, сардинах. Так мы снизим потребление углеводов и избежим роста уровня холестерина. Особенно если вы диабетик или у вас повышен гликированный гемоглобин. И, наконец, интервальное голодание. Оно может оказать огромную помощь в нормализации вашего липидного профиля. Приглашаю вас на свой мини-курс «Диагностика здоровья по коже». У вас акне, папиломы, сухая кожа, перхоть или другие кожные проблемы. Это не просто дефекты кожи. Такие сигналы говорят о проблемах внутри организма. На своем курсе я покажу, как диагностировать проблему и исправить причину. Записывайтесь по ссылке внизу. До встречи!